Это игры, но это очень важные сферы деятельности, сразу по нескольким составляющим. Во-первых, это интересно. Во-вторых, этим увлекается, дай бог памяти, примерно 60% граждан страны Российской Федерации свыше, по-моему, 18 лет или свыше 16 лет. Сегодня гейминг и киберспорт в той или иной мере касаются большого количества людей. Пока одни из них играют, другие становятся фанатами блогинга и стриминга. По данным ВЦИОМ, видеоигры пользуются спросом у 23% россиян, 20 из которых играют ежедневно. Занятие может служить своеобразным хобби, способом социализации, методом снятия стресса и даже возможностью заработка. Какой-то популярный миф о том, что компьютерные игры, они там всех людей тотально зомбируют или куда-то затягивают, или приводят к увеличению агрессии, гнева и все прочее, все-таки нельзя утверждать однозначно, что это есть скорее миф. Очень по-разному, в зависимости от ситуации, в зависимости от возраста, в зависимости от каких-то других сопутствующих проблем. Например, масштабное исследование было посвящено изучению связи агрессивности и игров компьютерные. В том числе шутеры есть такой жанр, где в основном стреляют, и стратегии сравнивались между собой люди молодые. И большой разницы, честно говоря, не было. То есть и шутеры, и стратегии. И самое главное, что они никак не коррелировали с уровнем агрессии. То есть вот какой уровень агрессии был до компьютерных игр, просто как личностные черты, вот примерно такие же они в целом и оставались. На данный момент эксперты не имеют однозначного мнения по поводу влияния этого развлечения на человека. Есть ряд факторов, которые стоит учитывать. С какой целью человек играет? Его эмоциональную и психологическую восприимчивость, уровень самоконтроля и характер игры. Можно выделить такие жанры, как экшен, ролевые, головоломки, квесты, симуляторы и стратегии. И пока одни из них развивают память, быстрое мышление, точность и способность к решению проблем. Другие могут рассеивать внимание и вызывать чрезмерную агрессию и зависимость. При избыточном погружении в компьютерные игры и в компьютерную реальность может формироваться зависимость, когда человек полностью драчивает контакты с окружающим миром, не выполняет какие-то свои обычные рутинные обязательства, не ходит в школу, на работу, не учится и так далее. И тогда можно говорить о том, что формируется такой поведенческий стереотип зависимый. И тогда это уже становится проблемой для психотерапевтов. Считается, что погружение в жестокие видеоигры вызывает снижение чувствительности к насилию у игроков. У них чаще всего возникают фантазии, связанные с агрессией. Они больше склонны к агрессивному поведению. Но последствия для нервно-психического здоровья детей могут быть гораздо тяжелее, чем у взрослых. Напряжение и волнение, в которых находится ребенок, играющий, например, в стрелялку. Неожиданные повороты сюжета и сильные возбуждения не во всех случаях исчезают бесследно и могут проявляться в неожиданных для родителей изменениях поведения. Вопрос еще содержания игр. То есть, например, играет ребенок в шахматы с компьютером, и родитель скажет, о, он молодец. А вот играет он какую-нибудь стратежку, он не молодец. Ну, наверное, тоже есть какие-то двойные стандарты, что какие-то игры считаются правильными и хорошими, а какие-то нет. Кроме того, нужно сказать, что для многих компьютерные игры становятся и будущей профессией, и качество игр, и требования к играм тоже очень сильно растут. То есть, это возможность выбрать для себя такую профессию на всю жизнь, то есть, и разрабатывать игры, и рисовать игры, и придумывать сюжеты. Стоит учитывать и положительное влияние видеоигр. Во-первых, они способны развивать когнитивные навыки и умственные способности. Особенно стратегические игры и головоломки, требующие от игрока аналитического и логического мышления, способности к быстрому принятию решений и креативности. Во-вторых, игры могут быть идеальным инструментом для взаимодействия и коммуникации, так как некоторые испытывают страх общения в жизни. Но, зайдя в виртуальный мир, они раскрываются, выражая свои чувства и эмоции, и находят друзей. При наличии симптомов тревоги или депрессии, компьютерные игры могут помогать человеку их в некоторой степени снижать, то есть они могут действительно приносить для некоторых людей удовольствие. И это такой способ бороться со стрессом или просто рекреация, способ расслабления. Для некоторых молодых людей, у которых есть трудности с социальным контактом, социальным взаимодействием, общение в компьютерной среде, когда они совместно играют в какую-то игру, это является очень значимой и важной частью их жизни. Если, например, друзей не получается по тем или иным причинам найти в реальном мире, то через виртуальное пространство друзей получается обнаруживать, и это тоже снижает и уровень тревоги, повышает качество жизни таких людей. Можно было бы, конечно, говорить о том, что хорошо бы, чтобы все было в реальном мире, что все друзья должны быть там, но не для всех людей это, по-видимому, возможно. Также видеоигры могут использоваться для реабилитации и физической терапии пациентов, помогая восстанавливать двигательные функции, улучшая координацию и баланс, и мотивируя пациентов для активного участия в процессе восстановления. Они нередко применяются и в психотерапии. Игры могут быть использованы для психологического лечения и тренировки пациентов. Такая терапия помогает в управлении стрессом, тревожностью и депрессией. Компьютерные игры могут использоваться и как средство лечения, помощи. То есть некоторые игры, например, используются при помощи людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. И сама методология компьютерной игры, она является частью лечебного процесса. Есть игры, которые помогают людям с рассудством антистического спектра, есть игры, которые помогают людям с тревогой или депрессией. То есть специально, конечно, созданные лечебные программы. Поэтому однозначно можно говорить, что игры могут применяться и во благо. Ни для кого не секрет, что компьютерные игры могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Как и во всем остальном, нужно знать меру, использовать их с умом и не упускать из виду важность баланса между играми и другими аспектами жизни. Кристина Текина, Анастасия Лобова, Универновости.